Приветствую вас. Как это не парадоксально звучит, но именно в постановке вопроса кроется и ответ, точнее не ответ, а ключик к ответу. Во-первых, хочется сказать, что где-то уже был такой ответ про творчество, точнее вопрос такой же где-то был про творчество, про оценку творчества. Вот, я не уверен, что это вы же, потому что ситуация вообще не другая, но на всякий случай, вы анонимы, и здоровые вопросы посмотреть нельзя. На всякий случай, если вы, если вы уже задавали вопрос свой, то хочется вас спросить, а, собственно, вот там вот вы выбрали лучший ответ, значит, коллеги почему не работаете, как бы с коллегой по тому, что вас волнует. Непонятно. Вот. Значит, далее, если вы новый клиент, да, то есть, ну, новое лицо, новый человек, который задавал вопрос, смотрите, ключевой аспект это правильно. Поступаю ли я правильно. Знаете, отвечу вам немножко некрасиво, то, что вы спрашиваете о том, правильно ли вы поступаете или нет, уже само по себе является неправильным. Потому что правильных поступков нет, именно правильных, правильных поступков нет и, в принципе, быть не может. Вы поступаете либо полезно для себя, то есть, продуктивно, эффективно, либо нет. Если вам попадаются хамы, как вы говорите, по, ну, вот, по вашим жизненным пути, значит, вы выбираете, видимо, не тех людей, а, не то, а крушение вы выбираете, а, вот, скорее всего. Не соответствующее вам, вы выбираете окружение. Вот. То есть, нужно лучше выбирать себе друзей, людей, знакомых, окружение и так далее, в том числе, друг, которые вас почему-то не поддерживают, да. Вот. И здесь вопрос можно ставить о том, а как вы выстраиваете отношения с людьми. Здесь можно вопрос ставить о том, а как вы взаимодействуете с людьми. Здесь можно ставить вопрос о том, а как, как вы выстраиваете общение, да, как вы себя позиционируете по отношению к этим людям. Ну, понимаете, какая штука. Что у вас реально общего, да, то есть, если подруга, вот, в кавычках, говорит, что ей тоже не нравится такое пение, ну, получается, что она вас не понимает, она не разделяет вашу позицию и... Реальна ли она ваша подруга тогда? И что вообще в таком случае, да, можно понимать под дружбой? Очень бы прям хотелось, хотелось бы знать это. Вот. Ну, просто потому что как-то уж очень жесткую ситуацию вы описываете, на мой взгляд. И так, значит, ну, получить совет, да, ну, вот, психологи не дают советов. Можем помочь разобраться с вашими проблемами, внутренними противоречиями, но не давать совет. Частенько нарывают на хамство касательно своего творчества. Ну, опять же, это вы воспринимаете реакцию людей как хамство. То есть, вас это оскорбляет с одной стороны, а с другой стороны, эти люди как-то получают доступ к вашему творчеству, и это, опять же, вопрос к вам. Почему они получают доступ? А то есть, как бы, человек говорит там, ну, вот то, что вы цитируете, я не буду это повторять, а человек кто-то говорит, да, как такой человек с такой позицией оказался в вашем окружении. Если вы даете концерт, к примеру, и это просто, ну, просто, вот человек, который, ну, просто вот он оказался среди зрителей. Это одно. Зрители и отношение другое. Там могут быть и грубые слова, там все это угодно может быть, это нормально. Если это какой-то человек, человек из вашего окружения, это немножечко другая история. Тут вопрос, как он попал к вам. Я подчеркиваю, это важно, что этот человек не случайно оказался в вашем окружении. Хамы. Хамы оказываются рядом с вами не просто так. Вы таких людей к себе притягиваете своим поведением. Каким поведением? Ну, вероятно, жертвенным поведением. Дальше. Так, значит, дело в том, что у нас скорее для друзей, а не для сторонних соблюдателей. Слушайте, ну, тогда вы плохо выбираете друзей. А я понимаю, прекрасно, что в таких случаях обычно говорят, что всем нравится невозможно, люди обычно бывают невоспитаны, но мне от этого легче не становится. Вам и не станет от этого легче, потому что проблема в том, что вы хотите, чтобы вас оценили. А творчество вы, видимо, используете как раз таки для этого, для того, чтобы вас оценили. Правда в том, что творчество – это одно, а желание и оценка – это совсем другое. Когда вы творите, вы делаете не для людей, а для себя, а чтобы вас оценили, нужно делать что-то именно для людей. Причем с определенными границами, с определенным вовлечением, с определенным напором, чтобы не превратиться в жертву. То есть нужно разграничить творчество и то, что вам тяжело. То, что вам тяжело и творчество – это две разные вещи. Развести их нужно. Ну и везет как-то с людьми на работе, при обучении, которые сильно раздражаются, когда я много переспрашиваю, что мне в чем-то ошибиться, я же оказываюсь виноватым. Вы позволяете быть себе виноватым. Мать такая штука. Вы обучаетесь – это нормально, что вы задаете вопросы. Если вы чувствуете себя виноватым, то вы себя обвиняете. Чувство вины родом из детства идет оно от родителей и связано с гиперответственностью за вещи, которые вам не принадлежат. Соответственно, снятию ответственности за те вещи, которые вам принадлежат. Это первое. Второе. Вы пишите «везет с людьми на работе при обучении». То есть, не очень понятно, что значит «везет с людьми на работе при обучении». То есть, вы постоянно обучаетесь на работе? Это не первый раз, когда вы обучаетесь на работе. То есть, как бы, это странно. Второе. Обычно означает ответственность за обучение. Человек, которому вы, в принципе, должны задавать вопросы, и это нормально. Вот. То есть, ну, опять же, здесь зависит, видимо, все от того, как вы себя ставите. Если вы ставите себя так, что ой-ой, извините, простите, то к вам отношение будет такое. Вот. Если вы себя не цените, то и вас ценить не будут. Дальше. Дальше. Так, с одной такой работы не выдержала, ушла, а хлопнула дверью. Ну, опять же, это скорее, знаете, это скорее детская токаряк, вот скорее бунт. То есть, ушла, хлопнула дверью. Ну, вы работать пришли или что? А вы работаете для чего? Вам нравится работа, работа, которой вы занимаетесь? Как бы, откуда, опять же, совмещение личного и профессионального здесь? То есть, если вы приходите на работу, то вам, в принципе, все равно, как к вам относится. Да, то есть, главное, чтобы выполнялся процесс. Прямые оскорбления и вставление палок в колеса рабочему процессу не допускаются и подключат к обсуждению начальства. Остальное не имеет отношения. Для вас это задевает. С одной стороны, потому что вы не уверены в себе, вероятно, и что-то в себе не принимают, считаете в себе дурным и плохим. Неправильно, как вы говорите. А с другой стороны, это свидетельствует об отсутствии цели. Вау. То есть, при работе нет четкой цели, нет четкой цели работать. Вас волнуют люди на работе. Еще обиднее, когда издеваются тонко. Вот опять, обида. Обиднее. Вам, вы сами решаете обижаться вам или нет. Обида, это завышенные ожидания от той или иной ситуации от людей. Обида, это бессознательное средство для того, чтобы вызвать вину у другого человека, чтобы он сделал так, как вы хотите. Эту модель поведения вы взяли из родительской семьи. И повторяете таким образом родительский сценарий. Вот. Это можно корректировать и перестать обижаться вполне себе ваш выбор. Дальше. Прямое хамство. Так, оно хотя бы открыто, с ним все ясно. Самое обидное, когда обращаешься к родным друзьям при попытке получить поддержку. Опять же, при попытке получить поддержку. Любой человек, каждый, поддерживает так, как он умеет. Человек не может поддержать так, как это сегодня. Если вы хотите поддержки, то источник поддержки нужно искать в себе. В своей уверенности в себе, в своих чувствах, в своем поведении, в принятии себя, в искренности, в истинности того, что вы делаете. А другие люди поддерживают вас, как могут или не могут, как в случае с вашей подругой. Дальше, да, то есть здесь у вас, ну скажем так, не совсем адекватные реальные ситуации ожидания от других людей. Ну и так как подруг пишите, вы мне ответили, извини, на тебя не оскорбили, мне тоже не нравится такое пение. Ну и вы хотите сказать, что она вот первый раз так себя проявила? Да вряд ли. При том, что товарищ, о котором я говорил, сказал, значит, вот то, что сказал, то, что вы процитировали. Ну и при чем здесь вы? Ну вас это как за дела? Стараюсь не отвечать, не обращать внимания. Нет, понимаете, когда вы стараетесь не отвечать, не обращать внимания, это вызывает, как правило, обратную реакцию. То есть, главное, она вам говорит, да, я баба, да, я не умею петь, что вообще не забыла. То есть, это вот принцип амортизации. Вот. Там тут уже порекомендовали самоиронию. Но это не совсем, не совсем. Так. До самоиронии нужно дойти статьи. Для этого нужно перестать себя серьезно воспринимать. Вот. Нужно принять себя для начала, признать, что у вас есть недостатки, что это недостатки, это как бы нормально, это ваше, как бы это, что-то делает вас человеком. И тогда вы перестанете себя воспринимать всерьез. И тогда будет легче. Ну вот. Дальше. Всем видом показываю, что для того, что меня обиднее, должно быть важно мне не обидчикам. В моем случае это не так. Надо пытаться как-то либо игнорировать, либо принизить человека. Это ни то, ни другое не работает. Меня это не то обижает, но огорчает. Как так? Вы противоречите себе. Вы пишите, что еще обиднее, когда издеваются тонко, а тут пишите, что меня это не обижает, но огорчает. Так вы определитесь, либо вас обижают, либо вас огорчают. И в чем, собственно, разница. Вот. Огорчает, что человек из-за всех сил пытается обидеть, по-видимому получает удовольствие, когда ему это удается. А что? То есть, понимаете, какая штука? Вот вы пишите, огорчает, что человек из-за всех сил пытается обидеть, и когда у него это получается, он получает удовольствие. Так он для этого и обещает, чтобы удовольствие положить. Он не по-другому не моет. Это садистический тип личности. Садисты. Они по-другому не живут. И это нормально, что он получает удовольствие от человека с обидой. А как по-другому-то? Если бы он не получал удовольствия, он бы не обижал вас. Логично? Как бы опять вот эти вот иллюзорные ожидания у вас. Правильно ли я делаю или от такого подхода может стать хуже? Ну пока то, что вы делаете становится хуже. Про правильный я уже сказал. В чем хотите совет получить, получить не понятно. Просто вы написали, что хотите совет, но не написали в чем. В чем совет. Вот так, анонимно, можно вам ответить. В целом, я думаю, что вот те проблемы, все проблемы обид, обид, которую вы переняли у своей матери, скорее всего. Ну, либо у другой значимой родительской фигуры для вас. В целом, эта проблема, ее нужно обещать. То есть, понимаете, как получается, когда человек обижается, вот он выбирает обиду, он переносит ответственность за свои проблемы, личные проблемы, на других. Если это получает когда-нибудь подкрепление, то человек отвечает на обиду, испытывает чувство вины, дает какую-то обратную связь, то в таком случае человек это закрепляет и начинает так вот же себя вести. И чем сильнее человек обижается, тем сильнее у него ширится непринятие себя. И тем больше он нуждается в том, чтобы другой человек закрыл за него этот пробел, который у него есть. Естественно, этого не происходит и возникает разрыв. То у вас и происходит. Соответственно, нужно этот разрыв ликвидировать. Для этого вам рекомендуется индивидуальная работа со специалистом, которого вы можете выбрать у нас на сайте. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите, пишите в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи вам.